Добрый день, дорогие друзья! Одной из проблем является учет качества выполнения консультаций со студентами. Это то самое узкое место, обратная связь, включая онлайн и оффлайн консультации. Мы сейчас рассмотрим очень интересный момент, инструмент, который ставит многие вопросы учета на место и управления качеством тоже. Если вы добавите элемент курса, нестандартный модуль, который называется расписание, он сделан на русском языке, он позволяет вести учет, задавать интервалы времени одного или нескольких студентов, есть инструкция, и после добавления вы даете ему название этого расписания. Например, пишите расписание консультаций по вашему предмету. Это очень важный управленческий момент. Он защищает преподавателя и студента. Вы пишете краткую информацию, как пользоваться этим календарем. В данном случае студент выбирает сам время для консультации, но свободное время, не занятое на других студентов. Здесь можете написать то название, которое реально есть. Например, руководитель программы, научный руководитель или просто преподаватель по предмету. Вы можете указать здесь массу интересных параметров, подробности о которых вы можете прочитать в описании этого модуля. Например, сколько встреч за одно время? Один или два студента за один приход? Приход. В этом расписании или в расписании на все время обучения вы можете включить защищенный интервал, например, на каждого студента 15 минут или другое число. А можете эту защиту не включать. По умолчанию 15 минут вы можете выставлять и оценки за эти консультации. То есть это вид учебной активности и поставить максимальный балл расчет средней оценки, включить уведомления. При размещении заявки на почту придет уведомление и студенту, и преподавателю. И таким образом вы еще можете добавить ограничения. Например, пока студент не освоит какой-то элемент. Например, пока не прочитает какую-то методичку, пока он не получит отметку о прочтении, которую выставит ему система. И пока не наступит дата, он не сможет записаться. Допустим, вы это сделали. Но необходимо добавить интервалы. Система пока не знает и студент не видит, когда же можно записываться. Вы включаете эти параметры так, как вам удобно. Задаете месяц, дату, дни недели за указанный период. С какого по какое время. Очень добротная система. Допустим, 1 час по 15 минут. Вы можете еще и перерыв между интервалами вести. Место встречи вы также задаете. Например, это онлайн чат, или скайп, или аудитория. Это место может быть там, где удобно и вам, и студенту. Желательно указать время напоминания. Например, в день встречи, или накануне встречи. И система разошлет эти уведомления. Вот таким образом были добавлены интервалы в течение этого часа по 15 минут. Эту возможность рассмотрим теперь под видом студента. Демо студент видит, когда преподаватель свободен. Там, где свободен, он может поставить метку, когда ему нравится. Вот, например, он хочет выбрать это время. И сохраняет свой выбор. Все. Студент выбрал свободную ячейку. Она теперь отмечена, когда у него консультация назначена. Преподаватель получит уведомление, что какой-то студент, демо студент, хочет зайти получить консультацию. Вот он видит этого студента. Если он вдруг запалел, он может эту консультацию отменить. Если он ее провел, он ставит ее галочкой, что он провел. Таким образом у него формируется отчетность, когда и с кем он занимался. Если отменяет, то он, соответственно, может это сделать, потому что всяко может быть. Например, срочное совещание у руководителя или какая-то иная причина. И студент получит предложение записаться на другое время. И вот мы видим, как студенты, которые уже получили консультацию, уже здесь отмечены. Эту отметку можно снять. То есть видна активность и студента, и преподавателя. Подробнейший отчет. Даже если надо, включая сбор оценок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...